МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приток прямых инвестиций за 10 лет в Казахстан составил 215 миллиардов долларов. Из них 17 миллиардов долларов США – это инвестиции, привлеченные в обрабатывающий сектор. В настоящее время в Казахстане осуществляет свою деятельность более 140 действующих иностранных инвесторов в обрабатывающие промышленности. Ими реализовано более 150 проектов на сумму около 6 миллиардов долларов. Создано свыше 20 тысяч рабочих мест. При этом более 60% из числа иностранных инвесторов реализовали свои проекты в годы первой пятилетки государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития. Банки планируют дальнейшее ужесточение условий по ипотеке. Слишком высоки стали валютные риски. Банки ужесточили несколько пунктов – отношение ежемесячных выплат к зарплате и наличие золота. Все это снизило доступность ипотеки и повлияло на негативные прогнозы банков по снижению спроса на ипотечные кредиты в четвертом квартале этого года. То, что ожидают банки – это рост числа просрочек по кредиту, рост коэффициента дефолта. В прошлом квартале столь категоричные заявления высказывали только треть банков. 23% банков точно определили будущее ужесточение условий по ипотеке. В Казахстане могут ввести обязательный сбор за любой импортный заказ. Желающим купить любой продукт с виртуального прилавка придется раскошелиться не только на покупку, но и на специальную пошлину. Заказывая товар на общую сумму более 150 евро, покупатель заплатит еще и пошлину. Помимо этого, общий вес посылок, разрешенный для бесплатного ввоза страну, могут снизить с 31 до 10 килограммов в месяц. Но даже для тех, кто укладывается в лимит, комиссия предлагает ввести фиксированный сбор – 25 евро. При превышении нормы, стоимости или веса товара, заплатить придется и сбор, и таможенные пошлины. Казахстанцы теряют интерес к покупке доллара. Зафиксирован спад в продаже иностранных валют. По сравнению с сентябрем-октябре долларов в обменниках было реализовано на 22,5% меньше рублей, на 16,5 евро почти на 9. В целом, с начала этого года было продано 14,2 миллиарда долларов. При этом пик продаж пришелся на апрель. В данный период обменными пунктами было реализовано более 2 миллиардов долларов. Европейская валюта, в отличие от доллара и рубля, пользуется небольшим спросом у казахстанцев. В октябре обменные пункты продали более 93 миллионов евро. При этом в сентябре было продано 102,2 миллиона евро. Сейчас время достаточно такое сложное. Я понимаю, что прошло небольшое время после корректировки обменного курса. И ожидания людей, они связаны опять с каким-то дальнейшим падением. Но, как я сказал в самом начале, то сочетание фундаментальных факторов, оно позволяет говорить о некой стабилизации. Поэтому, вот, по касательно административных мер, по ограничению деятельности, например, посредников на этом рынке, обменных пунктов, я не думаю, что мы сейчас готовы к каким-то кардинальным действиям. ЕАЭС и Мексика могут подписать меморандум о сотрудничестве. С 2012 года Евразийская экономическая комиссия начала контракты практически со всеми латиноамериканскими странами, выйдя на идею проработки меморандумов от лица комиссии с правительствами этих государств. Уже подписаны меморандумы с Чили и Перу. С ними создаются рабочие группы и начинаются обсуждать рабочие проекты. Россия и Кыргызстан переходят на рубли во взаимной торговле. Об этом договорились на заседании межправительственной комиссии. На заседании обсудили и приостановку строительства в Кыргызстане гидроэлектростанций. Россия перестала выделять деньги на эти проекты. Сопредседатель комиссии Андрей Бельянинов заявил, в начале следующего года Россия предоставит программу финансирования строительства газ. В Беларуси уже полгода наблюдается отток рублевых вкладов населения и ноябрь не стал исключением. Из банковской системы уже утекло около триллиона рублей. В январе-май на фоне высоких ставок по депозитам в национальной валюте объем рублевых вкладов постоянно увеличился. С лета, когда ставки снизились, а курс доллара в Беларуси вслед за Россией стал расти, в банковской системе наблюдается постоянный отток рублевых сбережений. Сегодня белорусские банки предлагают рубли по рублевым безотзывным вкладам максимум 30% годовых. По отзывным рублевым депозитам ставка будет в лучшем случае 25%. При этом ставка по отзывным валютам вкладам составляет 4%. Почему очень большое внимание всегда к курсу было? Потому что был высокий уровень долларизации. Почему высокий уровень долларизации? Потому что нестабильный был уровень инфляции. Сегодня главная цель – это снижение инфляции. Мы видим, что инфляция в текущем году, она месяц к месяцу снижается. На следующий год целевой параметр по инфляции 112%, не выше 112%. В Кыргызстане снизились цены на бензин. Стоимость бензина марки АИ-95 снизилась на полсома по северным областям и на один сом по южным. Бензин АИ-95 подешевел на один сом по всем регионам республики. Снижение розничных цен на ГСМ связано с падением оптово-отпускных цен российских НПЗ под влиянием сезонного фактора. На российском рынке отмечается увеличение предложения на рынке после завершения осенних профилактических ремонтов на российских НПЗ и при одновременном сезонном сокращении спроса на топливо. Россия начала поставлять гречку в Австрию и Бельгию. С начала года Россия продала за рубеж 25,5 тонн гречихи. При этом экспорт на Украину и в Китай в этом году сократился в два раза. Всего в этом году планируется собрать не менее 800 тысяч тонн гречихи и в итоге произвести около 550 тысяч тонн гречневой крупы. При этом общая потребность для страны составляет 500 тысяч тонн крупы. У российского экспорта гречихи высокий потенциал и для его реализации требуется тщательно продуманная работа. Виноградники Крыма выставляются на аукцион. Совмин Крыма запланировал аукцион по продаже 36,5 гектаров виноградников вблизи Ялты. Госучреждению распорядительной дирекции имущества Республики Крым поручено назначить дату аукциона и обеспечить его проведение. Сообщение о торгах будет размещено на официальном сайте. Шаг аукциона установлен в размере 3% от начальной цены, что составляет 4,5 миллиона рублей. Безработица в США осталась на минимуме за 7 лет. Количество рабочих мест в экономике США в ноябре увеличилось на 211 тысяч. Высокие темпы роста занятости в стране увеличивают вероятность повышения Федеральной резервной системы базовой процентной ставки в этом месяце. Рост занятости в США в ноябре поддержала максимальное с января 2014 года увеличение числа рабочих мест в строительном секторе – 46 тысяч. В сфере розничной торговли количество рабочих мест увеличилось в прошлом месяце на 31 тысячу. Суд обязал Египет выплатить Израилю почти 2 миллиарда долларов за срыв поставок газа. По словам властей Египта, они будут обжаловать данное решение. Как отмечается, суд обязал выплатить компенсацию компании. Между тем, в их заявлении говорится, что решение о приостановке поставок газа было принято египетскими властями. Из-за коррупции Украина теряет более 5 миллиардов долларов в год. Об этом заявил Саакашвили. Официально украдено более 120 миллиардов гривен. Вытекло из экономики по этим схемам 5 миллиардов. ВВП упал на 20%. И более того, правительство не обещает никакого улучшения. Ранее губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что бизнесмена Ренат Ахметов и Игорь Коломойский являются самыми крупными коррупционерами на Украине. У нашего носа уводят миллиарды, миллиарды, миллиарды. Вот пока мы не разговариваем, пока вот мы сейчас собираем это собрание здесь, наверное, до миллиона уже за эти минуты украдено госчиновниками. Пока вы тут собрались, кажется, что с ним ищутся. Каждую минуту они крадут. И крадут принимающим нашу молчаливую участие. Потому что иначе не объяснить. Если мы все вместе не поднимем голос, то они над нами издеваются. Я уже сбил со счет какой-то застой лицо назначать. Вот позавчера еще одно у нас. По борьбе с коррупцией. Каждый раз, когда назначается, нам говорят, вот сейчас начнется точно борьба. А вот и поныне там. Европа высказалась за сохранение шенгенского пространства. В марте 2016 года истекут полугодовые сроки жесткого контроля на внутренних границах Германии и Австрии. Увеличение числа мигрантов вызывает беспокойство как у населения европейских стран, так и у властей, вынужденных вводить собственные ограничительные меры. Напомним, 11 ноября шведское правительство заявило о временном введении пограничного контроля. До этого Словения, Словакия и Венгрия приняли решение установить вдоль своих границ заборы. Парламент Греции принял бюджет на следующий год. Расходы государства будут сокращены на 5,7 миллиарда евро. Общий объем европейской программы спасения Греции, запущенной 14 августа, составит 86 миллиардов долларов. Еврокомиссия допустила, что она может быть сокращена, если к ней присоединится МВФ. Правительство повысило НДС на продукты питания и отменило сельскохозяйственные льготы. 17 октября был принят закон о введении очередных норм жесткой экономии, предусматривающей в том числе повышение пенсионного возраста. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА